Эту мелодию на детское стихотворение Елена Казимиренко сочинила в пять лет. Главным помощником был ее папа, который всю жизнь играл на духовых инструментах. Так с самого детства музыка завладела душой Елены Казимиренко. Сегодня ее имя на слуху у всей Югры и не только. Елена – единственный концертный органист в округе. Она не раз выезжала со своими концертами за пределы нашей страны. За плечами огромное количество других композиций. Но признается, именно от этой мелодии по коже бегут мурашки. Через слово детки много чего понимают. И первый, конечно же, жанр, который папа решил мне помочь написать в чем-то, это была песня. То есть он мне подбирал стишки, мы с ним вместе подбирали стишки, потом я на эти стишки импровизировала. Так музыка стала для Елены языком звуков и чувств. Сначала она играла дома на фортепьяно. После прошла весь путь музыкального обучения – школа, колледж, консерватория, аспирантура. В сознательном возрасте получила второе высшее образование по специальности орган и клавесин. Когда 20 лет назад Елену пригласили работать концертмейстером в Центр искусств для одаренных детей Севера, она без раздумий согласилась. Первая встреча именно с органом, как таковым, лицом к лицу, у меня произошла в Центре искусства. Когда генеральный директор мне и моей сестре отдал ключ от органа, электрооргановый скаунт, и сказал, вот вам ключ, учитесь. Орган, он, понимаете, не терпит фальши, потому что ты или занимаешься этим инструментом, или лучше не берись. Потому что он требует не только, кажется, музыкантской подготовки, он требует еще физической. В 1999 году органистка выступила в составе ансамбля с композицией Моцарта. После в Центре искусств прошел первый органный концерт. А спустя 8 лет в Культурно-театральном Центре Югроклассик зазвучал уже не электронный, а духовой орган, который за столько лет стал родным для Елены. Югорский орган великий и уникальный. Его клавиши сделаны из бивней мамонта, найденного на территории нашего округа. Поэтому клавиши ощущаются совсем по-другому, так, как будто они живые. Кажется, что Елена с легкостью может нажимать на клавиши с закрытыми глазами, но продолжает повторять. Нет предела совершенству. У органистов непредвиденные ситуации встречаются намного чаще, чем это можно представить. Встреча с православной церкви на почве органа произошла где-то, по-моему, в 2009 году, когда мне буквально за полнедели сообщили о том, что приезжают очень важные гости из Тобольска. Я, конечно, обратилась к нашей русской музыке, Михаила Глинка, первая русская опера, Иван Сусанин, финальный хор «Слався». Немножечко, так сказать, его изменив для органа, немножко укоротив для формата, я делаю такую транскрипцию. Сейчас эту композицию часто можно услышать на концертах Елены. Заниматься транскрипцией, то есть переработкой музыкальных произведений, ей особенно нравится. На всероссийском конкурсе органных композиций Елена исполнила свою транскрипцию и получила звание лауреата. На этом же конкурсе сыграла свое авторское произведение и получила еще одно звание – дипломанта. После победы Елена Казимиренко и не думает расслабляться. Впереди очередной концерт, который состоится 31 октября. И необходимо вновь удивлять публику невероятной музыкой. На этот раз романтической.